Это контейнер для сбора пластиковой тары. Таких по городу почти 500. Если в него выбросить обычную пластиковую бутылку, она обретет вторую жизнь. Сначала бутылки моют и измельчают. Так получается флекс. Из него после специальной переработки можно сделать внутреннюю обшивку машины, наполнитель для игрушек и не только. Можно еще изготовить из него нитки и из ниток даже сшить одежду. Вот на такой вот свитер уходит примерно, ну скажем, 12-18 бутылок пластиковых. Ни внешне, ни на ощупь свитер из переработанного материала не отличается от обычного и сделан с заботой об окружающей среде. Экологичной модой вдохновились девятиклассницы 24-й школы. В их руках мусор превратился в коллекцию модных нарядов. Вот этот костюм у нас сделан из старой клеенки с катерти и упаковки для цветов. Следующий костюм у нас сделан из целлофана, то есть обычных мусорных пакетов, но мы их так хорошо преобразовали в платье. Их работу жюри отметила на конкурсе «Школьная экологическая мозаика», одна из задач которого – привлечь внимание молодежи к экологическим проблемам края. Что бы мы ни делали, какие бы мы бюджетные средства ни привлекали, чистили озера, речки, берега, проводили субботники, убирали свалки, эти все мероприятия будут носить нулевой эффект, если мы не воспитаем наше подрастающее поколение. Участниками конкурса стали ученики почти всех самарских школ. Творческих работ пришло больше трехсот. Валерия Макарова, Максим Гусев, События.